Премия по делу о ДТП на Салтовском шоссе подтвердили позиции защиты и обвинения. Авария произошла в июле на перекрестке Салтовского шоссе и проспекта 50 лет СССР. Столкнулись бежевая и черная Киа. Последнюю отбросила на остановку. Погибли две женщины, третья получила ранение. Прокурор не изменил своего изначального намерения и попросил суд назначить 9 лет лишения свободы для водителя бежевой Киа Дениса Юрченко. Гособвинение считает, что именно он нарушил правила, поворачивая на красный свет и создал аварийную ситуацию. Однако защита требует для Юрченко полного оправдания. Адвокат говорит, что Денис правил не нарушал. Завершал маневр, который он начал на зеленой, как того и требует правила. Если кто и виноват в смерти пешеходов на остановке, так это водитель черной Киа Владислав Заратуйко, который вылетел на перекресток на такой скорости, что даже перевернутая при ударе машина продолжала движение и убила людей. Наказание в виде 9 лет лишения свободы вместо человека, который непосредственно подчинил телесные повреждения потерпевшим, который двигался со скоростью, которую не смогли погасить. Ни поперечное столкновение автомобиля, при котором был оторван бампер автомобиля Юрченко, непоследующее движение грузом по сухому асфальту, непродюрный камень обочины, на которую наехал этот автомобиль под управлением Адзератуйко, нежелезная опора светофорного объекта, которого этот автомобиль срезал как нож по маслу, не пешеходы, стоящие в это время на обочине, которые получили травму несовместимую в жизни. При этом даже пострадавшие отметили тот факт, что в ДТП должна рассматриваться вина как минимум двух водителей. В прокуратуре говорят, если суд сочтет нужным, начнется новое следствие. Пока менять обвинительное заключение нет причин. Если суд в совещательной комнате придет к мнению, что какие-то там еще необходимо провести дополнительные возможности следственных действий, то это возможно сделать в рамках, например, нового уголовного производства. Я на этом не открещиваюсь от этого. Сам Денис Юрченко свою вину не признал. И в прениях, и в последнем слове он снова сказал, что правила дорожного движения не нарушал. Настаиваю и буду настаивать. Почему? Потому что правила дорожного движения я не нарушал. Своё решение по этому делу суд огласит через неделю. Марина Николаева, Андрей Радич, агентство телевидения новости.